Дорогие друзья, мы прочитаем Евангелие Матфея, 20 глава, с 1 стиха. Евангелие Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стихе. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию, на день послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще празднов. И им сказал, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих празднов и говорит им, что вы стоите здесь целый день празднов. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первые думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получил, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зноя. Он же в ответ сказал одному из них, друг, я не обижаю тебя, не задинари ли договорился со мною. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Такой отрывочек небольшой про работников в винограднике. Вы знаете, оказывается, не так-то легко найти работу. Когда меня сократили на заводе, я стал центр занятости, и некоторое время мне выплачивали пособие и предлагали различную работу. И предлагали работу, я бы сказал, совсем не специфичную моей, которая была не по статусу, совсем по другому профилю. Время проходило, и та моя специальность, которой я владел, она теряла квалификацию. И мне пришлось переквалифицироваться на другой профиль работы. И подобная ситуация была и здесь. Так как в Израиле много было виноградников, там была урожайная культура, и каждый хозяин нанимал работников. Не было техники такой, как сейчас, возможно. И вот каждый, кто способен, он брал с собой инструмент, возможно, одежду переодеться, и выходил на площадь. Площадь, это была рыночная площадь, куда приходили люди и стояли, предлагали себя в работники. Вот приходили работодатели, выбирали работников, договорились за определенную плату и нанимали для работы. Этот хозяин стал, написано, поутру рано. Это где-то около шести утра было. День длился с шести утра до шести вечера. После шести уже начиналось другое время суток. И вот здесь вот написано, что он вышел, нашел этих работников, договорился с ними по динарию. Это ни много, ни мало, это дневная норма, это нормальная заработная плата. Он договорился по динарию для того, чтобы работать в винограднике. Знаете, много труда в винограднике. Нужно было пропалывать, нужно было удобрять, нужно было обрезать, нужно было собирать урожай. Сбор урожая был где-то в середине сентября. И там в течение двух недель нужно успеть собрать, потому что начинается потом длительный период дождей, урожай может остаться, гнить, пропасть. И поэтому каждый мог торопиться. Какой-то труд, я не знаю, здесь не написано, но дело в том, что этот хозяин переживал за свой урожай. И он нанимал работников. Проходило время, он вышел снова на эту площадь, где были работники. И он смотрит, что еще много осталось. И он решил, ну возьму еще несколько человек, для того, чтобы поработали у меня. И это было написано в третьем часу, потом в шестом, в девятом часу, потом он вышел в одиннадцатом часу. И самое интересное, что с первыми он договорился о плате. А потом, он сказал, вот когда в одиннадцатом часу, что следовать будет, получите. И вот шестой час, это где-то двенадцать часов дня, девятый, это три, одиннадцатый, это уже пять часов получается. И там до шести вечера остается один час. И вот последние, оказывается, работали у него всего лишь один час. Всего лишь один час. Хотя первые, с которыми он договаривался за плату, работали целый день. Двенадцать часов. И вот он выдает эту зарплату. И начал с последних. Последние получили по динарию. Я думаю, что первые немножко даже обрадовались. По сравнению с ними, те работали мало, получили по динарию. Ну, они должны были получить больше намного. Но не получили по динарию. Начали роптать, проявлять недовольство, обижаться, говорить о несправедливости. Знаете, я тоже думал сначала, что это притча о несправедливости. На самом деле, это притча как раз о том, что этот хозяин справедливый. И он указывает, обращается к одному из них и говорит, друг, я не обижаю тебя, не за динарию ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Я не обижаю тебя. За динарий договорились? За динарий. Возьми свое и иди. Ну, и, конечно же, я раньше понимал, что эта притча говорится о том, что кто в раннем возрасте, кто в зрелом возрасте, кто в пожилом возрасте обращается к Господу, и тут получает спасение. Вы тоже так думали? Все нормально. Мы с Аркадьевичем тоже так думаем. Ну, я хотел просто подчеркнуть некоторые моменты, которые я нашел в этой притче. Я обнаружил здесь Божье сострадание. Когда этот хозяин вышел, выходил несколько раз, и там стояли люди, работники которых никто не взял. Эти работники нуждались в работе, а их никто не взял. Так же само, как я когда-то стоял в центре занятости, и у меня не находилась подходящая работа. Ну, тогда не было центра занятости, им никто не платил пособия. И, может быть, даже покажется странным, но рабы и слуги, которые жили с семьями, на которых они работали, оказались в лучшем положении, потому что они всегда были накормлены. А тот человек, который постоянно ищет работу, у него не всегда есть работа. И когда нет работы, дневного пропитания, дневной платы, зарплаты, то он придет домой ни с чем, семья останется голодная, и чем он будет кормить детей, и тогда эти люди живут просто в проголоде. И вот этот хозяин видит этих людей, которые стоят на торжеще, и они, их никто не взял на работу. И он берет одних, потом других, потом третьих. И так он делал почти целый день. Я вижу, что этот хозяин был сострадателем. Второе, на что я обратил внимание, что этот хозяин виноградника был щедр. он мог бы дать какую-то третью или четвертую часть динария, да? Я не знаю, какая это сумма. Он мог бы дать последним, начал с последних, и дать какую-то часть динария. Но он дал динарий. И он всем дал по динарию. Я думаю, что это большая щедрость этого хозяина. И что, еще что я хотел обратить внимание, возможно, хозяин, видя тех первых работников, с которым он закончил договор за динарии работы, он видел, как они работают. Это интересно даже пронаблюдать здесь, потому что ну, вообще, кто работал за какой-то тариф определенный, тот знает, что ты работаешь много или работаешь мало, ты получишь одну же зарплату. И не важно, ты будешь там потеть, прилагать усилия, стараться, возможно, ты будешь оставаться после работы, что-то делать, еще. Но ты получишь ни больше, ни меньше определенную сумму. Я думаю, что эти люди знали свою сумму. Они уже знали, они договорились, и они знают, что они получат уже. И, возможно, вначале они старались работать, потом солнце, зной, возможно, вот эти старания вот у них остались, и они уже медленнее стали работать. Проходит время, вот этот хозяин призывает других работников, третьих. И как вы думаете, последнее, интересно, как они бы работали за этот час? Они не знали, у них не было условленной суммы. Он сказал, что получите, вот то вот дам вам. Это он оставил на свое усмотрение. Я думаю, что последние работники, чтобы что-то заработать для своей семьи, у них очень мало времени осталось. Они работали очень активно, они были очень старательны. Я думаю, что хозяин это видел, он пронаблюдал это. Я думаю, что для нашего Господа важно и то, в каком духе мы трудимся, как мы трудимся для Господа, какие мотивы движут нами. Интересно, что все они получили плату. Когда мы рассматриваем притчи, мы можем обратить внимание, что Иисус говорил притчи какому-то событию. И вот в 19 главе мы можем обратить внимание, что был богатый юноша, и он спросил, что мне делать, Господи, чтобы наследовать жизнь вечную. И Христос говорил то-то и то-то, и в конце, мы помним, он отошел с печалью, нужно было продать, раздать все нищим. Он отошел с печалью. И Петр задался вопросом, и мы прочитаем 19 глава с 27 стиха. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и следовали за тобою, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле, славы Своей сядете, и вы на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые, последними и последние первыми. Вопрос, что нам будет? Что же нам будет? Эти работники в конце трудового дня ожидали, что же нам будет? Что мы заработали? Что мы получим? Вопрос Петра полнелогический. Что же нам будет? Вот мы все оставили. Что нам будет? Христос говорил и всем остальным верующим. Если кто ради имени Моего оставит что-то и будет следовать за Мною, исполнять Мою волю, поступать по Слову Моему, получит сколько? Во сто крат и жизнь вечная. Да? И он присовокупил вот эту притчу. Конечно, первые начали роптать. Они сравнили себя с другими, думали, что должны получить больше. И это для нас пример. Мы должны сравнивать себя с другими братьями, сестрами. когда в конце Христос говорил Петру, что ты пострадаешь за меня, а он посмотрел на Иоанна и говорит, а он что? А что тебе до Него? Ты иди за Мною. Так же самое мы должны следовать за Христом. И здесь хозяин обратил внимание на зависть этих людей. или твой глаз или глаз твой завистлив от того, что я добрый. Он указал на сердце. Сердце этих людей было завистливо. Оно было наполнено злом. Это грех был. Злу, зависть это корень сердечного зла. Это то, что разрушает мир. Зависть. Кто-то на кого-то посмотрел. Кто-то вот увидел лучшее одежды у кого-то. Или кто-то лучше говорит. Или кто-то лучше поет. И зависть возникает. И этот человек старается сторониться от этого человека. Знаете, мы узнали, что один наш брат получил какую-то материальную помощь. Он расширил квартиру. А другой брат, узнавший это, говорит, ну как, я живу в тесноте, в таком неудобстве. Почему мне никто не дарит материальную помощь? Ну почему вот ему и такая зависть, вы знаете, это нехорошее сердце изнутри. Это грех выходит изнутри. Это очень похоже на двух братьев, Каина и Авеля. Каин из зависти убивает брата. Зависть, она делает стену между двумя родственниками, через которую никто не может пройти, через которую никто не видит друг друга. Зависть это грех, разделяющий человека и Бога, человека и человека. И хотелось бы обратить внимание на хозяина и работников. Как с первыми хозяинами? Он заключил договор, да? Он заключил договор, то есть они должны получить по динарию. и эти работники в ответ они стояли на торжеще и вот они договаривались с хозяином тоже и он говорит, не за динарий ли ты договорился со мною? То есть они сами предложили эту сумму, эту плату, хозяин согласился, не за динарий, да, за динарий, давай, все нормально. И их интересовала плата, их интересовала зарплата, их интересовала вопрос Петра, что я буду иметь, какая выгода, сколько я заработаю. Это эгоизм, это наше я, это плотское желание иметь себе пользу свою сторону. О чем переживал виноградарь, хозяин виноградника? Он переживал об урожае, он переживал, чтобы у него был хороший виноградник, качественные плоды, качественная обработка, и он приходил, еще брал виноградников, работников, приходил, снова брал работников, и вот то, что какой этот виноградарь мы видим в конце, когда он выдавал зарплату, да, он начал с последних, дал по динарию и щедрость. другими словами, благодать. Он этих оценил по благодати. Что такое благодать? Благодать делает людей полезными, нужными. Благодать делает, сделала вот тех последних людей полезными, в отличие от первых, потому что так решил этот хозяин. Благодать обращает внимание даже на тех, кто был оставлен. Благодать обращает внимание на тех, от кого забыли. И благодать делает этих людей ценными. Благодать может дать только Бог. Благодать мы живем по благодати. Что нас сравнивает? Уравнивает это наш грех, потому что перед Богом мы все грешники, и благодать нас делает ценными, потому что Иисус Христос на Голгофском кресте отдал свою жизнь за каждую душу. Его святая кровь текла на Голгофском кресте за каждую душу. Скажите, а кто по-настоящему оценил оплату хозяина? Последняя, да? Потому что они самые большие имели эту нужду. А кто по-настоящему оценил благодать Божью? Те, кто в ней нуждается, правильно? Те, кто считает себя самым грешным, те, кто видят себя грешником и приходят к Господу для того, чтобы Бог простил и помиловал. И оказывается, никто не заслужил, никто не заработал благодать. Бог дает ее даром, бесплатно, просто. То, что мы читаем о Петре, Петр задал вопрос и он получил ответ. И я думаю, что ученики понимали, о чем идет речь. Они оставили семьи, они оставили свои любимые занятия, то, чем они занимались до этого. Они следовали за Христом и в Царстве Небесном они будут судить 12 колен Израилевых. Для всех нас, для верующих, Господь говорит, и каждый, кто оставит ради имени Моего, кто будет следовать за Мною, кто будет исполнять Мою волю, тот получит сколько? Во сто крат. И получит жизнь вечную, да? Самое главное. Кто следует за Господом, а здесь написано еще, ибо многие будут первые последними и последние первыми. Я думаю, вот эта формулировка, она не случайна здесь, потому что здесь не только говорится о спасении, но здесь говорится о трудящихся, кто как трудится. Независимо от кто как трудится, тот получит и благодать. Но здесь написано, многие будут первые последними и последние первыми. и не случайно хозяин вот этих первых оставил последними. Какие мотивы у них были? Какая будет моя зарплата? Какую я буду иметь выгоду? Что я с этого буду иметь? Возможно, кто-то давно ходит в церковь, возможно, кто-то считает себя верующим и считает, что он получит больше всех, а кто-то может быть недавно покаялся, обратился к Господу и от чистого сердца искренне трудится для Господа, но оценивает наш Господь. Ему слава за все. Аминь. глядь. Субтитры